В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем сентябрь и октябрь 2022. Первый звонок, белые банты и много цветов. Осень – это прежде всего 1 сентября, когда по всей стране отмечают День знаний. Это волнительный день для тех, кто впервые собирается сесть за парту и тех, кто в этом учебном году покинет стены родной школы. Традиционно 1 сентября проходят торжественные линейки, на которых учеников, педагогов и родителей поздравляют с началом нового учебного года. В этом году за парты Саровских школ сядут около тысячи первоклассников. С букетами в руках и улыбками на лицах бывшие детсадовцы готовятся переступить порог школы. До их первого звонка остаются считанные минуты. А впереди море новых радостных открытий, интересные уроки, шумные перемены, новые друзья. Многие учащиеся ждали этот день с нетерпением, готовились к нему давно и серьезно. Хочешь в школу? Да. С каким настроением идешь? С радостным. А чего от школы ждешь? Пятерок и успеха. 1 сентября – отличный праздник. В школе у меня будут много друзей и отличный учитель. И в школе я узнаю много всего нового и интересного. Я жду от школы много друзей, хороших оценок и узнать много интересного. Познакомиться с новыми детками и с новыми знаниями. Не менее волнительный и даже немного грустный этот день для учеников 11-х классов. 1 сентября ребята встречают в последний раз. Уже совсем скоро им предстоит попрощаться с родной школой и отправиться в новый, пока неизведанный мир под названием «Взрослая жизнь». Я пришла, конечно, сюда самыми светлыми мыслями, самыми светлыми эмоциями, теплыми, потому что я пришла в родную школу и очень сильно соскучилась по учителям, по ученикам, по своему родному классу. Поэтому только самая лучшая эмоция чувствовала. Немного грустно, тревожно. Последний год здесь. Последние такие шаги во взрослую жизнь. Конечно, со слезинки на глазах будем это вспоминать. Центр образования – самая молодая школа нашего города. Ее открыли в 2019 году. Тем не менее, учебное заведение уже заработало хорошую репутацию. Торжественная линейка здесь всегда тематическая. В этот раз праздник был посвящен морскому путешествию. Браздить просторы морей в поисках новых знаний учащиеся со своими педагогами с этого дня отправятся на уникальном корабле под названием «Центр образования». Школа действительно уникальный корабль, который каждый год, 1 сентября, отправляется в увлекательное плавание. И из каждого такого путешествия мы привозим с собой сокровища. В прошлом году это знак качества инновационных сетей школы «Учусь учиться» и кубок первенства победителя детского многоборья города Сарова. Думаю, что из сегодняшнего путешествия мы вернемся со своими сокровищами. Этот год для нас выпускной, потому что ребята, которые пошли в 2019 году, первые классы в этом году заканчивают начальный уровень. И мы в этом году пополнили школу первоклассниками. В этом году у нас пошло 150 человек. Долгожданный и волнительный этот день не только для учеников, но и для педагогов. Свои первые уроки в школах города начали вести молодые специалисты. Русский язык, математик, английский, начальные классы. Всем учителей пополнили педагогический состав Центра образования. Также семь новых преподавателей и в 12-й школе. Я приехал сюда, устроился учителем русского языка и литературы. Также неожиданно и прям таким чувством получил классное руководство 5-й В-класс. Кроме этого, мне дали еще несколько часов в разных классах. Сегодня 1 сентября. У меня первое классное руководство. Первый класс – это волнительно. Такие чувства, что даже сама меня описать. После завершения линейки первоклассники отправились знакомиться со школой и на свой первый урок знаний. Еще один добрый праздник осени – День воспитателей и всех дошкольных работников, которые в России отметили 27 сентября. Благодаря сотрудникам детских садов малыши познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь родину. Наталья Ивановна Мальцева работает в дошкольном образовании 37 лет. Выбор в пользу профессии воспитателя сделала осознанно еще в школьные годы. Закончив Муропское педучилище, по распределению Наталья Ивановна попала в Саров. Потом воспитатель получила и высшее образование по своей специальности. Наталья Мальцева признается, что настолько сроднилась с детьми, что в другую профессию уходить и не хочется. Ребята каждый день дарят воспитателю ни с чем не сравнимые эмоции. Были такие моменты, допустим, рождения у меня. Заранее эти старшие дети, маленькие, конечно, нет, а старшие, они уже знают, готовят какие-то подарки, спрячут друг от друга. И не знаешь, приходишь, и они вот своими этими подарками так поздравляют, воодушевляют. Очень приятно. Вот это вот были такие моменты свои. И они вот говорили, вы храните, они даже у меня эти вот подарки, некоторые, до сих пор хранятся. Рисунки или поделочки маленькие. Светлана Михайловна Юняева начала свой педагогический путь с младшего воспитателя. Ребятишки вдохновили ее своим позитивом, энергией и радостью. Поэтому Светлана Михайловна решила посвятить свою жизнь детям. Отучилась на воспитателя и теперь 8 лет работает в детском саду номер 31. Дети, они наполняют нашу жизнь добротой, светлостью, такой лаской. Ну, как-то без детей, мне кажется, и жизнь такой вот. Это не такие маленькие существа, которые вот хочется вот там где-то погладить, приласкать, обнять лишний раз. Это прямо вот счастье, как говорится. Дети – это наше счастье. Каждому ребенку Наталья Мальцева и Светланы Юняева находят индивидуальный подход в соответствии с развитием, характером и потребностями ребят. Как сказали нам воспитатели, самое сложное в работе – это документация, различные планы, курсы и отчеты. Ну, а самое радостное – видеть счастливые глаза детей и результат своих трудов. Именно из-за этого воспитатели и преданы своей профессии. Прихожа без настроения, да, а дети тебя там начинают гладить, ласкать, целовать. Сразу вот настроение поднимается, и жить хочется, как говорится. Занятия, праздники, соревнования, то есть вот именно больше так практика. Вот это да, вот это за это мне хочется сказать, что я правильно шла путь, пошла сюда работать. Канал 16 поздравляет педагогов дошкольных учреждений с их профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и любить свою профессию все больше с каждым днем. Светлана Юрунов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Педагог из Сарова Дмитрий Григорьев победил в одной из номинаций конкурса «Учитель года-2022». Саровчанина отметили за вклад в развитие знаний, умений и навыков школьников в области естественных наук. Впечатлениями от участия в конкурсе Дмитрий Григорьев поделился с нашей съемочной группой. Веди ученика, но не тяни его за собой, побуждая, но не заставляя, указывай на путь, но позволь ему идти самостоятельно. Этими правилами Дмитрий Григорьев руководствуется все время своей работой учителем. Нестандартная подача материала и любовь к своему делу помогают ему привить ученикам интерес к непростой, но важной науке – математике. Наш учитель математики, он прекрасный учитель, на своих уроках он все внятно разъясняет, нам все понятно. Также он иногда проводит уроки на улице, то есть теоретические знания он требует очень сильно, то есть он говорит без теории, практика беспомощна. У него очень интересные парковые уроки, он понятно все объясняет на уроках в классе, да и в принципе интересно достаточно его уроках. Также у нашего преподавателя есть свой сайт, на котором ученики могут посмотреть теоремы по геометрии, на котором тоже все достаточно понятно объяснено. Свои наработки Дмитрий Григорьев представил на всероссийский конкурс «Учитель года». В мае Дмитрий Андреевич победил на муниципальном этапе, прошел на зональный, а затем на регион, где занял первое место. Осенью наш земляк представлял Нижегородскую область на финале конкурса в Тюмени и Москве. На чужих детях мы работали, подавали урок и воспитательные события. И во второй этап уже, когда лауреаты прошли, они давали мастер-классы, показывали уже на учителя, учителям показывали свои мастер-классы. И было еще конкурсное испытание, тоже очень интересно, это вопрос «Учитель года». Когда сидело три вида жюри, это экспертное жюри, ученическое жюри и родительское жюри. И от них было по несколько вопросов как раз кандидатам, и они отвечали на них уже прямо в прямом эфире. По итогам конкурсных испытаний Дмитрий Григорьев стал победителем в номинации за вклад в развитие знаний, умений и навыков школьников в области естественных наук. Номинацию учредила компания «Сибурхолдинг». Как рассказал педагог, участие в конкурсе помогло ему полностью переосмыслить свои взгляды на преподавание и приобрести бесценный опыт. Одни положительные эмоции. Во-первых, в общение. Туда приехали уже все победители с 88 регионов. Плюс добавилось еще с Венгрии приезжала МИД России, школа при МИД России и ДНР, из этих республик тоже приезжали два учителя. Общение, обмен опытом. И вот эти вот все 17 дней, которые у нас прошли, прошли как на одном дыхании. В планах Дмитрия Григорьева дальнейшее развитие и совершенствование их профессии. Также он готов выступить в роли наставника и подготовить своих коллег для участия в следующих конкурсах «Учитель года». Осенью многие соровчане, стоя в дыхании, следили за эфиром Первого канала. Шло шоу «Голд 60 плюс» с участием Ирины Оськиной. И пусть Ирина Зидулаевна не победила в конкурсе, она покорила сердца жюри и зрителей. Как проходили съемки после этапа слепых прослушиваний, Ирина Оськина рассказала нашей съемочной группе. Последний выпуск слепых прослушиваний пятого сезона проекта «Голос 60 плюс» вышел в эфир 18 сентября. С замиранием сердца соровчане следили за выступлением нашей соотечественницы Ирины Оськиной. Ирина Зидулаевна феерично исполнила песню «Цвети земля моя», покорила сердца всех наставников и заняла последнее место в группе Игоря Корнулика. Вот я начала петь, я не смотрела на наставников, я пела, пела эту песню. Я слышала, что разворачивались кресла, и потом, когда песня закончилась, поняла, что я вошла на другой этап. Своё вступление Ирина Зидулаевна посвятила памяти мамы, которая очень хотела, чтобы дочь переняла участие в «Голосе». Как рассказала исполнительница, сразу после выхода программы в эфир, на её обрушился шквал звонков и сообщений с поздравлениями. Тёплые слова присылали не только родные и близкие, коллеги и ученики из детской школы искусств номер 2, а участники её вокального коллектива «Апрель» Центра культуры и досуга в НИЭФ. Я просто не предполагала, просто даже во сне бы мне это не приснилось, что у меня было ощущение, что целый город вместе со мной. Такая поддержка, такая моральная поддержка. После слепых прослушиваний началась подготовка к нокауту. Как рассказала Ирина Зидулаевна, Саровчанка исполнит песню, просто выбранную наставником. С этим решением Ирина Зидулаевна была не совсем согласна. Мне ничего не оставалось делать, я до последнего ему предлагала свои песни, хотела, конечно, о маме спеть, как бы точку тоже обозначить. Я понимаю, я чувствую зрителя, я понимаю, что зрителю нужно, а зрителю нужно тепло. Вот понимание того, что не хватает. В сентябре Саров присоединился к забегу атомных городов. На старт вышли сотрудники ядерного центра, студенты САРФАТИ и Политеха. К ним присоединились и все желающие горожане. Им предстояло пробежать дистанцию 2022 метра. Саров в очередной раз присоединился к всероссийской акции «Забег атомных городов». Это крупнейшее отраслевое мероприятие уже несколько лет собирает участников из городов в присутствии госкорпорации. Дистанцию бегут сотрудники предприятий «Росатому», студенты профильных вузов и все желающие. В этом году им предстояло преодолеть 2022 метра. Веду очень активную деятельность в вузе, являюсь командиром педагогического отряда в вузе. Ну и узнав о данном событии, я принял решение прийти со всеми сюда, чтобы большой общей компанией нашего института принять участие в этом забеге. «Забег атомных городов» – одно из самых массовых спортивных мероприятий осени. По подсчетам организаторов, в Сарове на старт вышли около 600 спортсменов. Количество участников растет из года в год. Открывая соревнования, заместитель главы администрации Сарова Илья Волков отметил, что все больше и больше наших горожан выбирают здоровый образ жизни. Это говорит о том, что наш город является городом спортивным. И сегодня я хотел бы поблагодарить каждого из вас за возможность принять участие в мероприятии. И по традиции желаю всем только победы. Сама природа в этот день, казалось, благоволела участникам. После затяжных холодных дней с утра выглянуло солнце, а воздух прогрелся до комфортных плюс 17. Люди все встретились улыбкой. То есть вот день начат улыбкой и начат спортивной такой пробежкой. Ну, конечно же, это позитив, конечно же, это поддержание здорового образа жизни, своего собственного здоровья. И это вот то, что сегодня очень важно – хорошее настроение и здоровье каждого из нас. Без подарков в этот день не ушел никто. Первые 70 участников, которые преодолели финишную прямую, получили памятную медаль. Кроме того, всем спортсменам вручили футболки с символикой забега атомных городов. Почтение от пробега очень хорошее. Я вообще люблю бегать. И дистанция для меня была тоже приличной. Но я старался, и за это мне дали медаль. А еще мне нравится футболочка, которую мне дали. Помимо 2222 метров была еще одна дистанция. Ведущие спортсмены города бежали 5 километров. Призеров забега наградили памятными подарками. Такими нам запомнили сентябрь и октябрь ушедшего года. Вспомнить важные для вас события и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время в группах, в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, какими были ноябрь и декабрь 2022-го. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА